привет снова я узнал попользовалась я значит косметикой эстрад наверное с недельку и поняла что хочу что-нибудь еще попробовать потому что я оказалась вполне удовлетворена как ни странно особенно помадами посмотрела я обзор оли редотом во многом есть не согласна но в общем-то помады и не понравились а мне наоборот очень и цветах и не понравились а мне наоборот очень совершенно разные сни конечно характер и цветотипы и вообще вообще все поэтому все у нас разное всем нравится разное все мы хороши пошла я значит обратно в магазин и купила я вот что тушь рок-дива которая обещает экстремальный объем мне не понравилось в прошлый раз вот это вот тушь который называется о май долл но теперь я понимаю что вот этот уж было ничего вот это вот уж действительно говно правда стоит она 120 рублей или что-то около того и у нее хорошая щеточка который я люблю то есть не силиконовая а вот такая вот я не знаю как назвать из ворсинок в общем вот такая вот из ворсинок щеточка и я надеялась что она будет примерно такая же как моя любимая миша 4d но нет она в принципе не делает с ресницами вообще ничего она их окрашивает в черный цвет и они типа ну черные но они не длинные не густые она их настолько тонким слоем вволакивает что не видно совершенно никакого результата я не понимаю для чего это нужно но зато теперь я понимаю что тушь о май долл вполне себе и если она подсохнет еще не будет такой жидкой и не будет оставлять когда я моргаю следы когда чуть чуть вот она подсохнет вполне себе наверное я ее полюблю следующие две покупки были удачными это консилер в оттенке 21 это потрясающая вещь у меня никогда не было консилера который не закатывался мне в складки века потому что я морщинистые глаза этот застывает намертво и у него приятный цвет он легко растушевывается плотно покрывает если это нужно если вы чуть-чуть наслаивать его можно растушевать так что он просто будет немножко легко легко закрывать ваши синяки и он совершенно никуда не закатывается и не девается я проходила по жаре с ним вчера весь день и сегодня я на жаре шаталась слонялась и всячески щурилась плакала и так далее ничего с ним не произошло это потрясающая вещь просто я его полюбила я хочу на нем жениться такой классный я я не верю просто что это возможно реально там за сто там 20 или 150 рублей сколько он там стоил очень натуральный цвет отличный просто просто бомба рекомендую всем сразу и там есть еще корректоры цветные наверное они такие же офигительные как этот консилер и вот эта вещь я там произошла видимо к это путаница в стендах с помадами и я была уверена что вот это черная стойкая помада ну потому что она черная и потому что она выглядит как помада и я думал что это будет черная помада и я на нее смогу сверху наносить всякие вот эти доохромные блески которые сейчас популярны и смогу с ней ходить такая вся значит галактические блестящие и когда я пришла домой пробника почему-то не было для нее этот цвет номер 106 пришла домой открыла и немножко сначала разочаровалась потому что во первых это не помада а блеск а во вторых он не черный а какой-то грязно-сиреневый непонятный но потом я очаровалась обратно напомню я ненавижу блески но этот мне очень понравился он сейчас находится у меня на губах он лаковый он имеет очень интересный оттенок действительно какой-то как будто я даже не знаю черника перегнила и смешалась с землей примерно так но когда наносит все на губы он очень глянцевый он не стекает никуда конечно он чуть липковат но вот если вы так делать это не чувствуется но волосы на него липнут один раз я с ним прошлась по улице с когда у меня волосы налипли мне было мерзко и неприятно но сегодня я убрала значит волосы свою любимую морскую свинку чудесно он никуда не стекает даже по жаре он достаточно долго держится у него очень приятный цвет и исчезает он ровно не оставляя никаких полос то есть он нет не будет у вас такого что у вас например контур остался а вот здесь вот уже ваши губы это выглядит очень неопрятно и раздражительно нет он очень плавно куда-то вдруг исчезает и остается только вот это вот немножко такое жирненькое масляное увлажнение класс пусть даже он не черный пусть он не матовая помада но я его полюбила опять же слышала про него всякие гадости но мне вот зашло прям чудесно поэтому имейте ввиду если увидите какие-то не очень лестные отзывы на ютюбе вполне себе возможно что вам подойдет а если кто-то что-то хвалит бывалыча наоборот купишь а это такая лажа что деваться просто некуда и девать ее тоже некуда так что в общем буду наверное пробовать еще какие-то средства от эстрад пока на 95 процентов я в восторге от этой фирмы пусть они делают еще еще и еще узнала что эстрад выпускается той же фирмой что делает косметику арт визаж который никогда в жизни не пробовала и всегда думал что это что-то такое что цыгане варят в подвалах но говорят что там есть хороший тональный крем хочу его купить попробуйте вам тоже показать вот все что я хотела сказать вам идите гуляйте вроде сейчас лето вдруг она закончится завтра а вы так и не погуляете